Подборка главных событий за один из дней на ушедшей неделе, просто послушайте. Илон Маск показал миру машину, которую отправят на Марс. В Китае построили дорогу, способную подзаряжать электрокары во время движения и гвоздь программы. Пассажиры московского метро смогут услышать аудиотрансляцию новогоднего обращения Владимира Путина к нации. Причем могу даже предположить, что на последнюю полезную инициативу денег потратят примерно столько же, сколько китайцев вломили в строительство уникальной дороги. Начинаем! Еще немного о полезных инициативах, связанных с именем нашего президента. В понедельник Владимир Путин встретился с руководителями обеих палат парламента и предложил нардепам подумать о введении утилизационного сбора на крупную бытовую технику. Там на холодильнике, телевизоры, машины посудомоечные и стиральные. Молодец! Или детс как мало нас обдирают. Надо еще и тут с народа поиметь, а то живут хорошо. Картошку вон без кожуры едят, барствуют. Впрочем, что самое интересное, двумя днями раньше на съезде партии реальных дел звучали совсем другие речи. Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляют угрозу для стабильности и единства нашего общества. Просто унижает людей. Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией, за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами. Напомню, да, и скажу в этой связи, что мы, безусловно, не должны действовать популистки. Для меня, правда, загадка, как можно говорить о необходимости борьбы с бедностью под предлогом, мол, стыдно, что пятая часть граждан в нищете прозябает и тут же фонтанировать идеями, а как бы на этих граждан каких-то дополнительных поборов навешать. Там же на съезде звучит утверждение, российская экономика растет опережающими темпами и будет расти. Весь мир на повороте обойдем не сегодня-завтра, а через пару часов я натыкаюсь на новость. Крупнейший онлайн-ритейлер сокращает 25% персонала. Не 5, и даже не 10. Четверть штата выбрасывают на улицу. До этого в нескольких крупных городах были закрыты магазины данной торговой сети из-за резко упавших объемов продаж, а у нас, оказывается, экономика развивается. Ребята, это реальная журналистика. Сегодня опять о вставании с колен. Поехали. Пожалуйста, вам как раз пример растущей экономики нашей Кабардино-Балкария, город прохладный. Здесь на протяжении 60 лет успешно работал завод «Кавказ Кабель», один из крупнейших на юге России. Выпускал продукцию, применяющуюся в машиностроении, транспорте, связи, углей, нефтедобыче. И вот теперь выясняется, предприятия в долгах, как в шилках, рабочим несколько месяцев не платят зарплату, нечем. С нового года почти 700 человек отправят в вынужденный отпуск, неоплачиваемый, естественно, из которого люди, вероятно, уже не выйдут, а сам завод, скорее всего, накроется медным тазом успеха и процветания. Жизнь вот просто остановилась. Просто остановилась жизнь. Понимаете, вот у многих. Все сейчас упирается в деньги. Нет денег, значит, ты все. Ты просто вот отброс. Отброс. Ты нищий. А здесь нищие все. В городе вот абсолютно все у нас нищие. А кто работает, вот действительно здесь. Вот я с женой здесь работаю. И что? Ну так, тут многие работают семьями. Да, семьями. То есть основание завода семейной династии идут. И что теперь людям? Если завод умрет, умрет и берут потраты. Причем, повторюсь, завод не чапельники выпускает. Заказчики, нефтяники, фабриканты, связисты. Я думаю, госзаказов там тоже, дай бог, было. И такое предприятие загибается. Распродает активы свои за копейки, чтобы долги перед кредиторами погасить. Крупнейшим, кстати, является Сбербанк. Ему больше двух миллиардов должны. Слушайте, здорово живем. Такими темпами нам точно скоро все-все завидовать начнут и американцы, и азиаты. А у меня вот, вы знаете, нет-нет, да закрадывается мыслишко, что на самом деле страна Россия существует в двух измерениях. В одном живем мы с вами, и в этом измерении правят бал нищета, разруха, тотальное воровство и беспросветная перспектива вечного уныния. А есть еще другая Россия, которая существует исключительно на бумажках, в отчетах и в телевизоре. И вот в той-то России все прекрасно, там реально рай. Там нет бедных, там все кипит, шумит и движется. Там давным-давно изобрели недорогую альтернативу айфону. Автоваз стал главным конкурентом Фольксвагена и Тойоты на мировом рынке, а платежные системы Киви и Мир в той России являются гораздо более надежными, нежели Виза и Пейпал. Ой. Впрочем, отчетно-телевизионная РФ не только на бумаге существует, она реально есть и живет не где-нибудь, а в умах наших некоторых соотечественников, чемпионских чемпионов по телесмотрению. Я в какой-то момент действительно думал, что все вот эти вот опросы, Левада в центр и в ЦИОМов, о рейтинге доверия к главному дутые, но вы частенько возвращаете на землю, когда присылаете темы, ссылки на какие-то публикации, и вот, пожалуйста, краснодарские ребята кино прислали, мне в данном случае не комментировать, не добавить нечего, да и не хочется внимания. Крым отобрал, молодец, он уже себя обеспечил. Сирию дал, первый, молодец. Теперь, его нужно не в следующие пять лет, его нужно нам избирать пожизненно, до самого конца, чтобы у нас был Путин. А вы скажите, вот у нашего президента поддержали, что можете о нем сказать? Что я могу сказать? Это Бог наш, спаситель нас. Это ангел, который нам принес, пускай она трудная, но и все твари, обманывая нас, нас предали, а он нас не предал, он действительно человек, ну, Иисус Христос, короче говоря. Что можете сказать? Потому что он великий президент, он мировой президент, я за него тоже, дома Богу молюсь. Вообще, это личное, но так и быть поделюсь. У нас с женой одно время была такая внутрисемейная шутка, понятная только нам двоим, когда мы видели где-нибудь на улице просто в общественных местах таких вот не совсем, на мой взгляд, адекватных граждан, мягко скажу, не обессудьте. Мы, чтобы никого не обидеть, просто переглядывались, улыбались друг к другу и тихо так одними губами произносили следующую фразу. Люблю людей. К чему я это рассказал? Да так просто. Ну, и еще немного о наших соотечественниках, не все ж чиновников пинать, а коль скоро Новый год, многие из вас часто просят, ну, ты хоть иногда о чем-то положительном рассказывай в конце программы, что ли. Так и быть, рассказываю. Историй сразу несколько, все они прилетели из разных уголков страны, но по одной теме и как под копирку на конкретном примере. И все-таки, короче, у коммерсанта из Красноярска начались проблемы, никогда не угадайте почему. А дело все в том, что решил человек помочь землякам и организовал у себя в магазине бесплатную раздачу хлеба нуждающимся. Повторюсь, он не один такой неравнодушный новатор. Подобную идею в разное время, но в этом 2017 году пытались реализовать предприниматели из Владимира, Нижнего, Екатеринбурга. И только геморроя в себе нажили собственным вот этим вот желанием совершить подвиг. Ну вот, например. Хозяин магазина Мамут Шавершян показывает портрет деда, героя войны. Все говорит из-за него. Так воспитал. Каждый день делай доброе дело. Но на хлебники к хорошему быстро привыкли и теперь грозят письмами в прокуратуру. И даже тюрьмой мало даешь. Персонал каждый день отбивается от ненасытных просителей. Всем даем по одному баллону. Они начинают возмущаться. Почему вот не хватает хлеб, почему вот это. Люди уверены, бесплатный хлеб берется не просто так. Мол, его выделяет райсовет или даже губернатор. И вообще, это скорее всего госпрограмма поддержки пенсионеров. Батоны уж точно не за счет личного кармана предпринимателя. Он-то, поди, наживается. Может быть, ему какое-то исхождение дают. Как вот они за то, что снимают платье. А то как, что же он будет совсем-совсем бесплатный. Отмылает деньги. Ну и все. Правда, люблю таких людей. Наших, россиянских. Кстати, сам с похожим периодически сталкиваюсь. Мне же огромное количество народу пишут с просьбами о помощи. К сожалению, не всегда и не всем в состоянии помочь. Я один, вас много. Начинаются гадости, мерзости какие-то, хамства откровенные. И каждый из этих хамов почему-то уверен, что я ему должен. Ладно, это совсем другая история. А это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете еще много интересного. Заходите, не стесняйтесь на канал подписаться, не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть, что почитать, изучить. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Под ними мы обсудим. Я же засим. Поздравляю вас с Новым годом. И спешу откланяться. Все, пока. Пока. Как бы обычная колесико. Приехала женщина. Говорит, я его заклеила. Она, блядь, пропускает. Фармацевт. Да, медик, блядь. Заклеила. Продолжение следует... Продолжение следует...